Вот размочка, то есть идет вот эта трещина по стене и вот эти пятны. Наталья Долганова счастливая мама четырех детей. К детскому кашлю и насморку она уже привыкла, ведь все малыши болеют. Но когда у младшего Игоря начались проблемы с дыханием и врач поставил диагноз аллергия на грибок, стало понятно, причина болезни не в формирующемся иммунитете, а в доме, в котором проживает семья. Как идут дожди, у нас начинается по этой стене, по трещине, протечка стены. В другой комнате у нас гнила стенка от шкафа купе, она покрылась мхом, от плесени мхом, она полностью размокла, я ее выбросила. Дом номер 103 на проспекте Керамиков в Торопях сдали в 95-м. Радость от переезда новоселом омрачили многочисленные недоделки. Например, неработоспособность вентиляции. Это и способствовало процветанию грибка и плохому самочувствию жильцов. Ремонт крыши и межпанельных швов ситуацию не улучшил, наоборот усугубил. Это подтверждает и проведенная жителями экспертиза несущих строительных конструкций. Техническое состояние обследуемых несущих конструкций оценивается как работоспособное. В то же время эксплуатация здания была начата с недоделками и нарушением санитарных и теплотехнических норм, при которых создались условия в значительной степени, угрожающие здоровью граждан, проживающих на пятом этаже. Кроме того, по фасаду пошли трещины. Управляющая компания РЭП Голицына осенью прошлого года установила на ней специальные маячки, чтобы понять, есть ли дальнейшее движение. Судить об этом можно лишь через год. Таковы правила. Целый год в эту ущелью, в эту трещину протекает вода. Течет вода. Это вот как вы рассыниваете? Как специалисты? Фактов подтверждающих, что в эту трещину чут вода у меня нет. О возникающих протечках руководство управляющей компании предложило незамедлительно сообщать в аварийную диспетчерскую. Разводы на обоих – не доказательства управляющей компании, нужны документальные подтверждения. То, что касаемо грибков, вот с Марией Павловной мы уже находимся на плотном контакте. Нами направлено письмо в институт фитологии. Вот здесь у нас находится. Они уже произвели заборы проб. Вот в этом доме забирали, потом на Виндавского 34 тоже пробу, в этом мха забирали, плесени, чтобы выработать наиболее оптимальный способ решения. Эту проблему, я думаю, вы держите на контроле. Конечно. Совместно со специализированными организациями, которые непосредственно могут нам помочь в том, чтобы провести именно настоящую реабилитацию. А скажите, пожалуйста, если вдруг наше средство, которое мы имеем в возможности, они не помогут, не дадут результаты, ведь все-таки это большая площадь этого дома, что может в дальнейшем, какие меры управляющая компания будет рассматривать в будущем. Возможно я к тому, что возможно признание данного дома аварийным и переселение жителей, которые здесь проживают. Ну мы будем, естественно, конечно, совместно с администрацией города создавать эту комиссию, потому что одна управляющая компания, она может как бы рекомендовать что-то, а принимать уже такие глобальные решения, это уже... Ну вы рассматриваете этот вопрос? Ну естественно, конечно. Отчетное собрание жильцов 103-го дома, представителей управляющей компанией, местной администрации и уполномоченного по правам человека в Одинцовском районе о проделанной работе запланировано на 1 ноября. Тогда же станет ясно, какая судьба ждет многострадальный дом и его жителей, которым пока остается только надеяться, что остаток лета и два месяца осени пройдут без сильных дождей.